Праздник для победителей. В Центральном музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве проходит выставка детского рисунка «Путешествие в Древнюю Русь». Это работы победителей конкурса с одноименным названием, который провел музей при поддержке фонда имени преподобного Андрея Рублева, Русской Православной Церкви и Российской Академии Художеств. На открытии выставки побывала съемочная группа нашего телеканала. Лучшие работы, как и обещали организаторы конкурса, увидел зритель Москвы. Все рисунки финалистов, а это более 70, посвящены творчеству преподобного Андрея Рублева и связанные с ним эпохи расцвета древнерусской культуры и искусства. Все они разместились в галерее «Хлебный дом» в музее имени Андрея Рублева. Конкурс детский, но тема глубокая и требовала погружения в материал. Работы действительно очень хорошие. Они действительно самостоятельные, очень нежные. И что радует, что есть работы, которые действительно иконописны. То есть они раскрывают не только то, что ребенку видно физическим зрением, а то, что открыто его духовное зрение. Это всегда очень ценно. Внутренний мир ребенка. И здесь он отражен во всей своей полноте. Для финалистов конкурса «Путешествие в Древнюю Русь» устроили настоящий праздник. Дети были приглашены для торжественного награждения и вручения подарков. Самому маленькому автору 5 лет, самому старшему 13. Конкурс дал возможность юным художникам совершить путешествие в Древнюю Русь и познакомиться с иконописными работами Андрея Рублева. Мне очень нравится, как он рисует иконы. Мне особенно нравится икона Божьей Матери, поэтому я ее решила нарисовать. Всего на конкурс поступило 600 работ от детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Алтайского края и даже маленьких далеких сел. Жюри пришлось непросто, но главным критерием стала самостоятельность в выполнении рисунка. Каждая работа имела большую очень ценность, значение. И был виден труд как детей, так и их педагогов. И поэтому, конечно же, хотелось бы пожелать всем вам и победителям, и участникам, чтобы вы на этом не останавливались. Что ваше исследование, ваш творческий поиск, ваш духовный полет всегда бы поднимался и развивался. Чтобы, милостью Божией, вы узнавали славные страницы нашего Отечества. Цели и задачи у конкурса, который проводится при поддержке Русской Православной Церкви, Российской Академии Художеств и Фонда содействия сохранения культурного, исторического и духовного наследия имени преподобного Андрея Рублева, самые благородные, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение детей к православной и мировой культуре. Выявление и раскрытие молодых талантов и создание среды для творческого общения школьников. Когда мы сделали такой первый детский конкурс, и когда со всех регионов России, сел, из деревьев стали прислать удивительные, уникальные работы, стали звонить люди, прислать стихи. И вот ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это очень нужно. И может быть и учить, и вкладывать в душу что-то и лучше, и важнее маленькому человеку. Вот мы сделали детскую школу иконописи уже второй сезон, в котором мы закончили работы. И ты видишь на эти работы, понимаешь, какие разные люди, какие социальные слои, разные дети туда приезжают. И ты понимаешь, что это нужно, это необходимо. Если не мы, то кто? Работы финалистов увидит не только московский зритель. Во время награждения детям сообщили, в рамках выставочной деятельности музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева все работы будут показаны в разных городах страны.